У нас сегодня очередная комиссия, причем в таком очень расширенном составе. Начинаем от въезда в город и будем ездить по всем проблемным местам. С нами все директора коммунальных предприятий, с нами Юрий Кириллович, мэр города, мы отдел архитектуры. В общем, у нас сегодня большая команда и все единоразово смогут увидеть те проблемные места, по которым мы проедемся. 15 километров мы организуем предприятие, я к новому родственнику, мы пробираем все мешки. Склоны с дороги завалены мусором, пенопласт, какие-то мешки с цементом уже застывшим, которые лежали здесь годами. В общем, мы все своими глазами увидели, зафиксировали и будет команда просто убрать нам это все. Герб на въезде в город, задание нормально отремонтировать, перекрасить, металл загнуть, сделать ровным. Это, грубо говоря, лицо города. Надо сделать его идеальным. Задание у нас обратиться к Черниговавтодору, чтобы покрасить отбойник. Он высыпался весь, уже убого выглядит. Задание дать команду, пофарбовать до 26-го все конструкции бигборда и всем властникам. Если не красят штрафы. Если не красят, если они в неприятном для нас стане штраф. В котловане вон футбольные ворота. Наверное, мы их оттуда возоберем и установим где-то, где ими будут пользоваться. Есть такие буквы у нас на въезде, все их знают. В общем, требуют небольшого ремонта. Кое-где ламели эти деревянные подорваны. Типа как вот здесь. Задание для нас, для архитектуры, дать схему тротуара от школы искусств вдоль Киевского до Кругового перекрестка. Пока едем, два задания до 20-го числа. Убрать весь песок при бордюрах, который остался еще с зимнего периода. И задача тропа здоровья. Все элементы спортивные, которые не действующие, заменить. Которые действующие, но поломанные, как-то отремонтировать. В общем, привести в божеский вид тропу здоровья, чтобы название соответствовало функционалу. Вот не вот этот, а этот? Да, вот его продолжитель, продолжитель. Задача продлить вот этот тротуар до следующего пешеходного перехода. Важное задание для отдела архитектуры и для ДЭО. Мы должны выбрать модель тротуарной плитки, с которой мы будем работать все дальнейшие проекты. Чтобы не было винегрета в городе, а возьмем там один-два варианта, в зависимости от ситуации, будем их везде применять. Чтобы такой был какой-то единый концепт. Возможно, мы сделаем что-то типа голосовалки в нашей группе. Простая задача убрать вот эту кучу. Найти, кто ее сделал и попросить убрать. Если не уберет, то заставить убрать. Хозяина кучи определили прямо по месту, буквально в один телефонный звонок. Он уже в курсе, кучу уберут. Эта дорога на кладбище, она у нас достаточно оживленная, к сожалению. Только что получили мы задание от мэра найти тротуары на этой дороге. Они здесь, оказывается, есть. Там, где они все-таки есть. Расчистить нормальных от травы, от веток. А там, где их нет, они где-то там заканчиваются. Определить, с какой стороны мы пускаем нормальный тротуар вплоть до самого кладбища. Дорога оживленная. И не дело, что люди ходят по проезжей части. Конечно, амбициозная задача тротуар такой длины вплоть до кладбища. Но надо хотя бы начать его реализовывать. Мы дадим схему, пройдемся ножками, определим сторону, по которой удобнее и комфортнее будет идти. И начнем двигать этот проект. А мешки залишили? Кто их будет вывозить? Правильно? Это же крупногабаритный. Нужна, нужна машина. Те, какие есть талоны, они используются за 10 дней. Машина приехала и выгрузила мешки здесь, да? Да, приезжают на машинах и выгружают наличных. Частные автомобили, просто вот легковые такие, да? Да, да, да. Вот такая проблема повсеместная. Люди приезжают, как говорит жительница этого участка, приезжают на своих частных легковых машинах, выгружают мусор здесь и уезжают. А потом приезжает обслуживающая компания, убирают только баки, а это, естественно, оставляют. Потому что услуга вывоза крупногабаритного мусора, она платная. Но даже эти копейки люди не хотят платить, а просто подкидывают свой мусор вот человеку под участок. Разрили, кинули, ну и все, чекаем асфальт. Ну чекаем асфальт. Да за заявки, мы уже засыпали. Да, уже почекай заявки. Мэр очень ругается по поводу этого тротуара. Мол, починили хорошо, а дальше оставили в таком виде. Ругается и правильно ругается. Не должны люди страдать, которые ходят здесь по каким-то техническим причинам. Что там нет техники асфальту ложить, нет денег сделать это сразу после ремонта каких-то инженерных сетей. Надо находить нам эти ресурсы. Также здесь вот обратили внимание, что некоторые столбы освещения совершенно без фонарей. Там вон крупный столб, здесь по тротуару несколько столбов, внутри двора. Просто нет фонаря сверху. Надо будет одеть фонарь и подключить. Должен быть свет. Свет это наша большая проблема в Славутиче. Мы приехали на дорожку в Добрынинском квартале. Дорожка гранитная. Мы про нее уже говорили. Там есть обращение жителей, что дорожка скользкая и убитая в некоторых местах. Как по мне, это мощение лучшее, что есть в Славутиче из мощений. Другое дело, что отдельные плитки скользкие и здесь уже в этом районе с этим мощением очень много вот таких вот проплешей. Я бы хотел, чтобы мы шли по пути ремонта и восстановления этих дорожек вот в таком первозданном виде, какая-то римская дорога классическая. Здесь же задача заменить все эти драны в сетки. Потому что дети лазят здесь, естественно, провозят в эти дыры, цепляются, рвут дальше. Ну, это просто некрасиво и небезопасно. Заменить щиты и сделать розмитку. И пофаркбувати. Проводить систему замовления, послуги, вивезения подъемного смития, возможности дискуссийно-исплаты. Чтобы не было ездить в ЖКЦ, писать какую-то заявку. У вас есть сайт. Зайшли на сайт, подали заявку, отримали подтверждение, что машина будет в такой час. Заплатили гроши через приват, через інший электронный кабинет платежей. Все. До конца месяца. Архитектура, все эти вещи, протоколы, штрафы. Подъехали сюда район рынка, район Сельпо. И здесь вот в любой день, в любое время суток приезжай, и будут стоять автомобили на пешеходной зоне, на тротуаре, на газоне. И не только таксисты. Частные автомобили тоже стоят, их здесь полно. Для полиции лайфхак, как наполнить казну. В любой день приезжаешь и набираешь кучу штрафов. Люди здесь всегда паркуются на тротуаре. До дня города задача сделать здесь тротуар. Большой транзит, вытоптали, все уже здесь. Здесь задача сделать такой современный пешеходный переход, когда он по типу лежачего полицейского, только большой, на всю ширину перехода. В вершине высота этого перехода будет равна тротуару, вот, подходу к нему. Это одновременно решит вопрос с лужей на этом переходе и вопрос частично решит с безопасностью, потому что автомобили, которые летят оттуда, вынуждены будут притормозить, если они не хотят здесь взлететь и пролететь всю эту территорию по воздуху. Это подход к сельпо, и здесь всегда вытоптано, просто основной поток людей ходит именно здесь. Поэтому дадим схемку тротуара и хорошо завяжем здесь нормальную дорожку. Раз людям здесь удобно, это очевидно, здесь не поспоришь, поэтому сделаем максимально комфортно. Я здесь немного постоял, и большая часть людей, конечно же, идет не сюда, не по короткой части вымощенной, а наискось по грунтовке, лишь бы срезать этот угол. И в этом месте, наверное, я с людьми согласен. Это тротуар, который, пожалуй, максимально загружен в городе. Все потоки людей, идущие от электрички, проходят здесь. И вот здесь два таких нездоровых места. Была какая-то авария, какое-то предприятие, мы узнаем, какое. Разрыли здесь все, починили прорыв или что там было. Но после себя оставляют вот такой тротуар. Вот второй участок, и как раз много людей идут, как раз электричка пришла. И вот все вынуждены обходить по перешейку тонкому, потому что предприятия не устранили за собой следы своего ремонта. Но так быть не должно. Будем исправлять. Это кафе или кафе урочи? Нет. Ну, убрать его надо. Какие-то старые закладные опоры на площади. Естественно, это не дело. Надо будет убрать. И там такая же. В составе нашей комиссии сегодня оказывается человек, который лично посадил вот эту ель в городе. Он ее когда-то привез в маленьком возрасте. Она была тогда полтора метра высотой. А сейчас, посмотрите, лучшее дерево в городе. А я его, как раз так, у меня вот тут живое ставили еле. Так я думаю, посадим. Делаем тротуар там, чтобы люди с АТБ на площадь могли проходить не по проезжей части, не по парковке. Там вылезла год назад. Вот она так стоит. Белый ангел уже изрядно грязный. Ножки вообще черные. Задание у нас почистить. Прошлись в районе Белого ангела всякие помарки, бордюры. Кое-где грязный монумент. Там некоторые проблемы с освещением. В общем, все внесли в протокол и будем исправлять. Скейтпарк. Открытый лючок. Внутри провода. Если здесь нет каких-то технологий Теслы по передаче электроэнергии беспроводной, то этот столб не горит. В конце обхода заехали в кафе в парке, которое сейчас ограждено. Забор кое-где упал. И осмотрели вообще возможность таких совместных работ вместе с владельцем кафе. Насколько мы можем посодействовать в том, чтобы привести это в какой-то божеский вид, чтобы все-таки была возможность снять забор и здесь было безопасно. Примерно план работ наметили, примерную смету подобьем и будет понятно, выгодно ли это владельцу кафе или все-таки им выгоднее вернуть на место, восстановить нормальный забор, который упал за зиму. Потому что сейчас это выглядит вот так. Час забора упало, какие-то ветки, кирпич биты целые участки бывших, стоек здесь кирпичной кладки, блоки. В общем, ну это свалка в центре города. Так быть не должно. Особенно, когда она граничит со скейт-парком, с волейбольной площадкой, в общем, с таким местом массового скопления людей. Я дякую за эти дни, которые вытаскивали меня. Так, ладно. Подивите. Пошли. Скоро знаю свои задания, прошу. Я эти терминовал, прошу терминоваться. Так выглядит протокол после всей такой выездной комиссии. Здесь табличка, самое главное, в которой такие пункты. Это сам вопрос, который был выявлен проблемой. Способ решения, исполнители и срок исполнения. И вот так по пунктам, все, что мы заметили. В этот раз здесь много, целых тут сколько, 57 пунктов. Дальше просто ответственность самого исполнителя решить проблему в установленный срок. При этом среди исполнителей есть и мы, отдел архитектуры, и уже наше дело чести выполнить задание в установленный срок. Это наша копия протокола. Также каждый из исполнителей получает свою копию протокола. То есть причины, что я не увидел или не знал, или не помню о сроке, в принципе не должно существовать, потому что у каждого на руках именно такой протокол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова